30 лет назад, в ночь с 7 на 8 апреля 1992 года, вооруженные силы Армении совершили очередной чудовищный по своей жестокости акт массового убийства мирного азербайджанского населения. Армянские войска полностью сожгли, стерли с лица земли село Агдабан, Кельбаджарского района Азербайджана, в котором насчитывалось 130 домов. Зверским пыткам было подвергнуто 779 мирных жителей деревни. 67 человек были жестоко убиты, в том числе 8 стариков в возрасте от 90 до 100 лет, 2 малолетних ребенка, 7 женщин были заживо сожжены, 2 человека пропали без вести, десятки человек получили тяжелые ранения. Агдабанская трагедия – акт террора в череде преступлений, совершенных вооруженными силами Армении на территории Азербайджана. В этом печальном списке – села Малабейли, Ашагы-Гушчулар и Юхары-Гушчулар Шушинского района, село Городоглы-Хаджавенского района, город Хаджалы. Цель у армянских оккупантов была одна – истребление азербайджанского населения Карабаха в рамках бредового проекта Миацум. Фактически оккупация стратегически важного Кельбаджарского района началась с нападения на село Агдабан, расположенного в 56 километрах к северо-востоку от районного центра. К февралю 1993 года район был практически блокирован армянскими войсками. Ситуацию усугублял тот факт, что высокогорный Кельбаджарский район Азербайджана граничит с Арменией, что крайне затрудняло оборону. Но в падении Кельбаджара сыграли свою печальную роль и другие факторы. Вот как азербайджанский военный историк Мамед Вили Мамедов описывает оборону и падение района. В начале марта 1993 года командир 701-й МСБР Азизага Ганизаде, ныне начальник Музея военной истории Азербайджана, вертолетом прибыл в Баку и доложил министру обороны генерал-майору Дада Шурзаеву, что нужны срочные меры по обороне Кельбаджарского района. Он сообщил при этом, что Кельбаджар уже сейчас теоретически проигран. Единственный выход из этого положения – приказ на вывод 701-й МСБР из Лачинского района в Кельбаджарский район. В ответ министр обороны приказал командиру бригады не паниковать, что армянские войска никогда не пойдут на Кельбаджар, расположенный за пределами бывшей НКО из-за страха вызова международного скандала. Захват Кельбаджарского района – это просчет, допущенный тогдашним президентом Азербайджана Ильчибеем, который не верил, что армяне рискнут захватить этот район. Поэтому Министерством обороны было принято неправильное решение по обороне района. Вследствие всего этого захват противником Кельбаджарского района был предрешен заранее. Общее командование армянской группировки, наступавшей со стороны Карабаха, осуществлял Монте-Мелканян. Общее командование армянской группировкой, наступавшей со стороны Армении, осуществлял генерал-лейтенант Гурген Далибалтян. В своих мемуарах Роберт Кочарян вспоминает «Для нас этот высокогорный район Азербайджана представлял исключительную важность из-за своего географического расположения. Примыкаясь с севера к Лачинскому, он вклинивался между Карабахом и Арменией. Наши войска в Мардакердском районе оказывались в уязвимой ситуации, поскольку их могли атаковать не только с севера и востока, но и с запада, со стороны Кельбаджара. Контроль над Кельбаджарским районом позволил бы нам сосредоточить все силы на восточном и северо-восточном направлениях. На севере от соседнего района Азербайджана Кельбаджар отделял высокий горный хребет. Через перевал Умар на высоте более 3200 метров проходила одна единственная дорога, и чтобы ее удержать, от нас не потребовалось бы больших сил и средств. При этом линия фронта сокращалась в разы. В общем, захват Кельбаджарского района стал для нас военной необходимостью, без которой успех на Мардакердском направлении оказался бы краткосрочным. Для проведения этой операции, одной из самых значимых в ходе войны после Шушинской, мы, как и недавно в Мардакерде, сосредоточили штурмовые подразделения из всех оборонительных районов и свою основную ударную силу — отряд ЦОР. Руководство операции было поручено Монте-Мелконяну. Закончив перегруппировку и формирование ударных группировок, 26 марта 1993 года, с 9.00 после сильной артиллерийской подготовки, противник при огневой поддержке танков, БМП и пяти боевых вертолетов с воздуха перешел в наступление. В момент начала наступления противника в Кельбаджарском районе находился только первый МСБ численностью 130 человек и добровольцы, названные 6-й МСБ. 29 марта 1993 года президентом Азербайджана Эль-Чебеем было отдано распоряжение об эвакуации населения Кельбаджарского района. К этому времени тракторами были расчищены снежные дороги высокогорного перевала Омар. С началом эвакуации населения на всех дорожных коммуникациях, тактически важных развилках образовались заторы от транспорта эвакуирующихся. Это усложнило маневр обороняющихся подразделений и затруднило планировавшуюся наземную переброску сил для обороны. В период с 28 марта по 4 апреля 1993 года эвакуация большого числа жителей Кельбаджарского района была осуществлена силами транспортных вертолетов армейской и гражданской авиации. Пока 701-я МСБР под командованием полковника Азиза Гиганезаде вела тяжелые оборонительные бои в Кельбаджарском районе, вертолеты безостановочно эвакуировали жителей. Несмотря на то, что транспортный вертолет Ми-8 может перевозить максимум 24 человека, иногда на одном вертолете эвакуировалось до 70 человек. Для того, чтобы можно было брать больше людей, вертолеты заправлялись минимумом горючего. Всего в операции по эвакуации жителей района было задействовано 13-14 вертолетов Ми-8. В ходе сложнейшей операции силами транспортных вертолетов было эвакуировано более 5000 человек из труднодоступных местностей района. За 7 дней операции налет каждого из экипажей вертолетов составил от 70 до 100 часов. Полеты проводились в сложных погодных условиях, а с 1 апреля непосредственно под огнем противника. Основная часть населения Кельбаджарского района вышла через высокогорный перевал, который смогли расчистить. Выход из района нескольких десятков тысяч жителей образовал затор в одну сторону на перевалах, которые и так обладали невысокой пропускной способностью, что также не позволяло использовать его для переброски подкрепления. 30 марта 1993 года к 11.00 обстановка в районе стала критической. В государственные границы из Армении в направлении Неркин-Шорджак-Эль-Баджар и в направлении Зод-Демир-Чедам выдвинулись подразделения вооруженных сил Армении, которые заняли исходные позиции у государственной границы. После артподготовки они с использованием бронетехники и живой силы вытеснили азербайджанские пограничные отряды и заняли позиции на государственной границе. 31 марта 1993 года, нарушив государственную границу, вооруженные силы Армении со стороны Варденисского района, Басар-Кичар, перешли в наступление. 1 апреля 6-я группировка противника захватила все важные пункты на государственной границе и перешла в наступление для занятия тактически важных высот. Фронт обороны в Кельбаджаре не существовал. Были лишь очаги сопротивления на важных узлах дорог, где азербайджанские бойцы стояли насмерть, так как за их спинами из района уходили женщины, дети и старики. При отсутствии сил удержать район от оккупации было невозможно. К 4 апреля 1993 года Кельбаджарский район был полностью оккупирован Арменией. В Кельбаджарском районе после армянской оккупации осталось неэвакуированным население села Башлыбель с 72 мирными жителями, женщинами и детьми, которые долгое время прятались в нескольких пещерах. Через два месяца они смогли выйти к своим. Более 25 из них были обнаружены и расстреляны противником прямо в пещере. Захват Кельбаджарского района стал переломным моментом в истории Первой Карабахской войны. Он имел важные военно-политические последствия. Захват показал, что противник приступил к оккупации территории Азербайджана, расположенных за территорией Нагорного Карабаха. Офицеры и солдаты азербайджанской армии, ведя неравные бои с противником, в разы превышающим их по численности, стояли насмерть, спасая женщин, детей и стариков, эвакуирующихся из зоны боев. Они совершили подвиг. Они спасли жизни более 50 тысяч населения ценой своих жизней. Несколько сотен азербайджанских солдат погибло в этих боях в течение 10 суток. Большинство из них остались навечно в горах Кельбаджарского района. Вечная слава им! 27 лет Карабахский регион, Кельбаджарский и 6 других районов Азербайджана находились под оккупацией вооруженных сил Армении. Однако в Азербайджане не смирились с оккупацией. 27 сентября 2020 года, в ответ на очередные вооруженные провокации армянской стороны, Азербайджан начал контрнаступательную операцию, завершившуюся в ночь на 10 ноября, безоговорочной капитуляции Армении. Согласно подписанному трехстороннему заявлению, вооруженные формирования Армении должны были беспрекословно покинуть территорию Кельбаджарского 25 ноября, Лачинского 1 декабря и Агдамского 20 ноября районов. Здесь следует особо отметить, что эти районы были освобождены без кровопролития, без шахидов. Без всякого сомнения, если бы боевые действия в 2020 году продлились дольше, то азербайджанская армия освободила бы и Кельбаджар, и Агдам, и Лачин. Но какой ценой? Сложный рельеф, суровый климат Кельбаджара и Лачина, а также приближение зимы значительно усложняли вооруженным силам Азербайджана задачу по освобождению этих районов. У нас могли бы быть большие потери, и было бы потрачено много времени. Именно поэтому в данном вопросе необходимо в очередной раз подчеркнуть мудрость верховного главнокомандующего вооруженными силами Азербайджана, все сделавшего вовремя, вовремя давшего приказ освободить наши земли и вовремя остановившего победоносную для нашего народа войну. К сожалению, несмотря на окончание Карабахского конфликта, бывшие жители села Агдабан все еще не могут вернуться жить в родное село, поскольку оно практически разрушено оккупантами. Вне всякого сомнения, Азербайджан восстановит весь Карабах, в том числе и это село. И вскоре настанет день, когда Агдабанцы вернутся к родному очагу.